Успенский рубеж Успенский рубеж 2015 начался с торжественной речи минуты молчания возле воинского мемориала. Все участники почтили память советских солдат, оборонявших село в годы Великой Отечественной войны. После девять команд-участниц направились знакомиться с маршрутом и техникой безопасности. Несмотря на то, что подобные игры это мужское ремесло, девушки также не собирались сдаваться. Команда под названием «Азори здесь тихие» состояла полностью из одних девчонок, которые готовы были повторить подвиг героинь знаменитого фильма. Прослушав инструктаж, проверив личное снаряжение, команды поочередно выдвинулись проходить маршрут. Палящее солнце, невыносимая жара, тяжелый груз за спиной, военная форма. Все это напоминало далекий 41-й год. Впервые у нас сегодня такая новинка – это штыковой бой. То есть учебная винтовка Мосина с учебным, опять-таки, штыком и система целей, которой необходимо поразить. Это архаика своеобразная, да, то есть с этим начинали наши прадедушки, когда всеобуч был в начале войны Великой Отечественной, и потом в комсомольские годы Игорь и Зорниц. То есть каждый парень, каждая девчонка, они умели в руках держать оружие и знали, как его применить на практике. Цель военно-спортивной игры – максимально быстро пройти дистанцию по пересеченной местности. В этот раз ребята ожидало много непростых испытаний. Штыковой бой, определение ширины реки и скорости течения, определение азимута и расстояния, винтовочный тир, расшифровка кодированного сообщения, стрельба из пистолета и метание гранат. На финише всех ожидала полевая кухня и традиционное русское чаепитие из самовара. На торжественном построении объявлены результаты. Третье место заняли ребята из Одинцовского гуманитарного университета. Второе по праву досталось команде «Смерч» из Одинцовского лицея номер 10. А в нелегкой борьбе победила команда военно-патриотического клуба «Илья Муромец-2» из «Власича». Всем остальным были вручены грамоты и поощрительные призы. Как отметили организаторы, благодаря таким играм повышается популярность военной службы, развивается военно-патриотическое воспитание и пропагандируется здоровый образ жизни. Жители села и все участники с нетерпением будут ждать следующего года и следующего Успенского рубежа. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова